Вы не знаете, какая страна сильная, могущая. И я верю, я верю. Запомните мои слова. Россия будет на колени. Целый год не уставая, они отжигали с баяном и без. Украинская социология провела исследование и установила, что 84% граждан Украины хотят, чтобы президентом Украины был Путин. Ну хотя бы потому, что с учетом широты русской души никаких баянов не напасешься. Люди там живут очень бедно. И все жители Копенгагена такие бедные, что питаются только рыбой. Чуть ли не в каждом выпуске новостей или ток-шоу Россия-матушка в очередной раз ставила всех врагов нации на колени. Сами американцы считают Путина куда более крепким лидером, чем Обаму. А потом слегка приподнимала, но лишь для того, чтобы показательно поставить снова. Тем более, что это мы, а не вы, контролируем небо Сирии. А можем распространить этот контроль и дальше. Мощности хватит. Горы, сожженные американской техникой. Чудесное познание в географии родного края. Если бы не поддержка Харькова, Запорожья, Днепропетровска, Кировограда. Хочу выделить в отдельную немножко. Хотя это Днепропетровская область. И все это под вот такие зажигательные танцы. Когда меня нахыло. Стой, бросай! Но даже на фоне всего этого угарного трэша и сомнительных многоходовочек, одна линия все же выделялась. Бывший глава украинского правительства Николай Азаров заявил о создании комитета спасения Украины. Ведь что ни говори, а вечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода. Договорились, что не будем говорить о плохом. А лучше сделаем. И на то, как решает вопросы галактического масштаба гастролирующая цирковая группа «Веселый попередник». Впрочем, федеральные каналы России можно было понять, ведь в самой Украине говорящих голов из секты Путин в виде сейчас днем с огнем не сыщет. Решили идти испытанным путем. Вот и приходилось бросать в бой тех, кто как пионер всегда готов. Причем всегда готов во всех смыслах этого слова. Чрезвычайно сложно сохранять свою точку зрения и не сдастся. Об информационных бимбах на Новый Лад прямо сейчас в «Антизомби». Что такое русский мир? Русский мир – это красочный, живой, настоящий родник. Понимаете? А что вообще несет этот Захарченко? Я не могу, к сожалению, всех расстрелять. Не могу. Слушать противно. Сокрушался забытый всеми вечно легитимный пенсионер Виктор из Ростова. А мусорные ведра ломились от сломанных ручек. Да, я хочу. Хочу вернуться в политику. Ну чем же я хуже их? – спрашивал у неба пенсионер Янукович. Но знаков свыше больше не было. Ну, честное слово, хоть опять иди, да под венок становись. Хотя чего уж там на Москву кивать, когда в самом Донецке и Луганске, кажется, всерьез и надолго позабыли бывших папочек. Там от души хлебнув русского мира взялись воссоздавать забытые всеми телеформаты. И пока местные умельцы пилили барабан для поля чудес, в эфир уже вышел премьерный показ новоросских очумелых ручек. Как сделать с укропского плага казахский? Уже с первых кадров становится понятно, что в процветающей ЛНР настала эра высоких технологий. Берем вот это вот, отбираем укропов, немножко сюда пришиваем красного знамени и получится плаг казачий. Тут главное успеть запатентовать, иначе как пидать Обама такое изобретение века похитит. Если они пытаются, кто-то должен там оскорбить управлению, реагировать на эту ситуацию, на больных людей, то есть я никакого смысла не вижу. То есть если там какие-то казаки что-то пришили украинскому флагу, украинскому флагу от этого ни холодно, ни жарко. Мы остаемся нацией, мы себя сами уважаем, вот. А они не могут просто нам ничего другого сделать. Справедливости ради стоит отметить, что далеко не все попередники к тому моменту пылились в бесконечных кремлевских кладовках. Взять хотя бы спецагента с позывным «что?». Надо понимать, что... Бьются на Донбассе, что... Мы нарушены... Что? Который тоже пробовал Новороссий. После института, ну, со светлыми глазами, глазами Иисуса Христа. Но, видимо, затерялся в ставшей знаменитой на весь мир шахматной команде имени Пургина. Оказывается, интеллектуалы из Донецкой Ага лишь силой мысли побеждают беспомощных американцев. Мы играем в шахматы, но приходит американский дядя с битой, бьет по шахматам. Битая и говорит, я играю в бейсбол. И одного лишь взгляда на шахматистов ДНР достаточно, чтобы понять. У забугорных бейсболистов действительно нет шансов. Андрей Пургин, Паша Губарев, Денис Пушилин и, наконец, кроссмейстер в маске. Это очередное звено. Американцы должны знать, тот же Царев, хоть в маске, хоть без, легко поставит им мат в трехода. Вы стоите на самой низкой ступени развития. Вы еще только формирующиеся, слабое в умственном отношении существо. Хотя с учетом запретов Крыму лосьона боярышник, в Симферополе запретили лосьон боярышник. Есть подозрения, что поддерживать спортивную форму гроссмейстеру в маске будет все тяжелее. С другой стороны, если очень надо, на лайф-ньюс и после боярышника зовут. Безусловно, сейчас на Украине чрезвычайно сложно сохранять свою точку зрения и не сдастся публично ее высказывать. Что характерно, именно Цареву поручили весело и непринужденно закопать проект Новороссий. Заморозили проект Новороссий. После чего агент Шта был переброшен в тыл и на передовую с шашками на голову вылезли два других попередника. Правда, первый блин получился комом. Так агента Кремля с позывным «Золотой батон» просто в прямом эфире рассекретил друг любого шпиона Владимир Жириновский. А за Януковича спасибо. Не было бы Януковича, не было бы Крыма под русским флагом. Оказывается, после операции «Крым-Ваш» этот Джеймс Бункина Киевского разлива вынужден был скрываться. Он несчастный. Я чувствую, что живет на вокзале в Москве. Выходите, чтобы люди... Понятно. По слухам, на московском вокзале он отзывался на фразу «но протей» и собирал деньги, чтобы рвануть на Турцию, хотя дальше Ростова дело, как обычно, не дошло. Остановитесь! Сменив позывной на «Остановитесь», Янукович при поддержке федеральных каналов принялся имитировать бурную деятельность. Кто-то сказал. Переднимите. И для начала, чтобы не мелочиться, подал в суд на Украину. Причем ладно бы и в Ростовский городской суд, так нет же, прямиком в Страсбург. Просит Страсбург признать, что Киев нарушил, цитата, его, Януковича, право на справедливое судебное разбирательство. Но вот беда. Уже и листочек взял, и ручку случайно уцелевшую, и тут только понял, что других-то языков, кроме русского, он не знает. Вот вы послушайте меня. Увекнуть, увекнуть, увекнуть. Хотел было уже на фене Маляву в Страсбург накатать, но филолог Азиров в последнюю минуту отговорил. Что интересно, сам Микола Янович в этом году точно стал самым востребованным в России попередникам. Всех прошу подготовиться до масштабного выучения основных положений всего системного закона и их разъяснения поднякам податков. Поднякам податков. Без его компетентного мнения не обходилось ни одно более-менее значимое событие в Украине. Были допущены серьезные просчеты. Хотя, с другой стороны, а как же иначе? Элита нации в изгнании. Это вам не хухры-мухры. Кому же еще Украину прикажете спасать, как не вот этим из кремлевского ларца? Без смены политического руководства страны, без замены их на патриотов Украины, в стране невозможно установить мир, согласие и обеспечить стране развитие. Да и сам Никола Янович, кажется, в любой момент готов показать уровень. Вы только послушайте, как он прокомментировал недавние местные выборы в Украине. Не сумели организовать фальсификацию этих выборов так, чтобы она выглядела более-менее достойно. Простыми словами это звучит примерно так. Эхе-хе, слабаки, даже выборы нормально сфальсифицировать не смогли. И глядя на все это, есть стойкое убеждение, что бенефисы клуба «Веселый попередник» нас ждут и в следующем году. Ну, хотя бы потому, что на безрылье и Янукович с Азаровым хоть и слегка протухшие, но все-таки рыбы. А кого-то другого поймать на кремлевский крючок сейчас, ой, как сложно. Продолжение следует...